Составная конструкция Составная конструкция с распределенной нагрузкой Здесь неподвижная опора Неподвижная опора Вот этот шарнир сочленяющий Распределенная нагрузка Ку заодно Килоньютон на метр И два сосредоточных момента Вот найти реакцию опор Вот поподробнее про распределенную нагрузку Значит нагрузка Типа, знаете, вот если На горизонтальной было бы, можно сказать Песок насыпали на поверхность И тогда считается не сколько килоньютонов А сколько килоньютонов приходится на метр Ну происхождение этой нагрузки Услога, это учебная задача Ну условно, будем считать, там ветер подул Боковой там, да Или бетонную плиту положили Но если бы положили бетонную плиту, то это был бы вес То было бы вертикально Она такая наклонная На наклонном участке интенсивностью 2 килоньютона на метр Поэтому легко догадаться, что Если здесь размер 8, здесь 6 Длина вот этого участка 10 Стало быть, общая нагрузка будет Это 20 килоньютонов Вот, кстати, с этого и начнем С этого и начнем, а именно Мы заменим действие вот этой распределенной нагрузки Одной единственной, ее равнодействующей Равнодействующей, конечно, будет в центре Здесь вот в центре И тоже перпендикулярно вот этому участку Обозначим ее Q большое Ну и Q большое где-нибудь напишем, что Q Это 2 Нет, не 2 Напишем полностью Q Q маленькая на длину Какую-нибудь буковку обозначим Пускай К что-то, да? На ЦК То есть это получается 20 килоньютонов 20 килоньютонов Вот Этим действием мы, собственно, перевели Вот эту задачу в более-менее стандартную Эта задача отличалась на стандартную Вот этой распределенной нагрузкой Заранее скажу, что у нас еще бывают нагрузки Линейные распределенные Бывают распределенные по дуге Но это другие лекции у меня уже записаны на Ютубе Ну, моменты все написано Обратите внимание Моменты килоньютоны умножены на метр А это килоньютоны делены на метр А после этого у нас все в килоньютонах Ну, давайте, какие реакции опор мы ищем Составная конструкция Здесь, конечно, будет по 2 реакции На каждую неподвижную опору Согласно аксиоме связи Мы убираем эту связь Вот этот кружочек красивый я уберу И вот здесь заменяем двумя силами Давайте красным что-нибудь нарисую Пускай это будет xa горизонтальная А это yk вертикальная И здесь И здесь я тоже убираю опору По такому принципу Либо опора, либо реакция Вот этот принцип Это и есть, собственно, аксиома связи Либо одно, либо другое Значит, убрали опору Заменили действие опоры реакции Это будет xb и yb Но еще можно пофилософствовать Почему вертикальная и горизонтальная Это дело просто удобное В действительности можно заменить Одной реакцией неизвестной величины Под неизвестным углом Главное, что в каждой точке Две неизвестных Повторяю Кому не понятно, смотрите Можно было бы так нарисовать Вот некая rb По длине неизвестная И угол альфа Какой-то тоже был бы неизвестный Можно так, но так неудобно Потом мы написали бы rb на косинус альфа И обозначили бы это x А потом написали бы rb на синус альфа Обозначили бы y В принципе, одно и то же Мы делаем как проще Но вы уже сразу понимаете Что для одного тела Четыре неизвестных реакции Это перебор Потому что для одного тела У нас получается только три уравнения Ну, вынуждены разбивать на части То есть мы разбиваем эту систему на части Причем, что касается разбиения Ну, некоторые студенты умудряются Разбить где-нибудь вот в этом месте Или где-нибудь вот в этом месте Ну, где-нибудь где угодно По шарниру надо разбивать В принципе, конечно, никто не запрещает Разбивать, что называется, по-живому Вот так вот резать Но тогда в этом месте там же Шарнира нету Поэтому что-то препятствует повороту Одной части относительно другой То есть неизвестный момент Нет, разбей по этой части Но добавишь три неизвестных Две реакции сила вверх-вниз И момент неизвестный То же самое здесь Неизвестный момент Зачем нам три неизвестных Когда можно сделать вот в этой точке Где момента нет Раз идеальный смазанный хорошо шарнир То там получается только две неизвестных Что мы сейчас и сделаем Вот я нарисовал две части Сейчас мы все расставим силу Вот здесь какой-то шарнир Здесь какой-то шарнир Был А вместо отброшенного шарнира Изображаем силу Ну, произвольно Допустим, это сюда Иксс Тогда по закону о действии и противодействии По аксиоме, да? Действия и противодействия Здесь иксс Предупреждаю против написания векторов Здесь вот, здесь и здесь Если мы опишем здесь значок вектора Здесь значок вектора То, не верь глазам своим Два одинаковых вектора в разные стороны Такого не бывает Некоторые-то отчетники пишут Так, здесь вектор, здесь вектор А здесь напишут Иксс штрих И где-то внизу еще пишут Что икс штрих Это минус Зачем такие сложности? Лучше написать иксс Это как Величина Я не сказал, что модуль Величина иксс Она может быть отрицепленная И это иксс Величина вот этой силы В проекции вот на это направление Ну и стало быть здесь тоже Допустим, вверх Можно и вниз, это не важно Главное, что На обратную В обратную сторону Иксс И так это тоже Некоторые реакции Но заметим, что Они нам-то не нужны Я сказал, найти реакции опор То есть, мне по условию сдачи Надо найти вот эти А эти можно не находить Ну, если делать разумно То Мы Составим короткие уравнения Слушаю Нет Потому что Закон равенства действия Противодействия Одна вверх Другая вниз Мы не приравниваем То есть Икс здесь То же самое здесь Да, еще некоторые Возникают вопросы Решаешь, решаешь задачу И получается Икс минус 10 И это тоже тогда будет Минус 10 То есть, они равны И со знаком И с величиной Полностью равны То есть, как алгебраические величины Ну и, конечно Те силы, которые были Мы их тоже восстанавливаем Они не перестают действовать После того, как мы сделали разбиение Икса Игрека Конечно, момент действует Да, кстати, насчет момента Момент В пределах одного тела Можно где угодно рисовать Расскажите, а где тут размеры Здесь, почему здесь Сколько здесь Сколько здесь Так какая разница Давайте для смеха Нарисую вот здесь Это одно и то же М1 Более того Можно нарисовать еще Похитрить Сейчас я еще нарисую И так это М1 Вот Я так специально нарисовал Чтобы показать Что в пределах одного тела Где хочешь момент Там и рисуешь Так, теперь вот здесь Вот Здесь мы уже давно Перешли вот к этой силику Я здесь ее с этой стороны нарисую Так И момент Вот здесь он действует Он как нарисован По часовой стрелке Давайте я нарисую Чтобы было понятно Что это одно и то же Просто по другому нарисовано Я вот так нарисую Он тоже ведь по часовой стрелке Просто Это дело Графики М2 Ну и конечно Неизвестные реакции YB И XB Ну самое Простое Что можно придумать Незамысловатое Когда не хочешь думать О чем-то Тупо составил Здесь 3 уравнения Здесь 3 уравнения Не составил Получается 6 уравнений А неизвестных тоже 6 Ну как Так и сделаем Наверное Давайте сделаем Здесь 3 Здесь 3 А сумму моментов Будем брать Относительно точки С Сейчас вы поймете Почему Потом это не пригодится Да Кстати Это тоже понятно Конечно От XC YC Не избавишься В таком решении Она где-то будет фигурировать Но хотя бы В уравнении моментов Она не будет светиться Подальше Начнем с самого сложного Для этой части Запишем сумму моментов Относительно точки С Равняется Подсказывайте Если буду ошибаться Где-то там Поправляйте Начнем с X X На сколько надо умножить И с каким знаком Относительно Вот на это вот размер На 4 И со знаком Плюс Напомню Кто забыл Сюда плюс Так Затем Y Y Должно быть умножен На 4 Но с минусом Y На 4 А момент Вот как он нарисован Он уродился уже Со знаком Плюс Поэтому Плюс M1 Равняется 0 Но уравнение проекции Я буду так сокращенно писать Видите Значок X Значок X Это совсем простое Это просто перечень Всех горизонтальных сил Это будет XA Плюс XC Момент Это конечно В равни проекции Не входит А две силы В разные стороны И равные по величине Поэтому равняется 0 Вот это Сумма проекции На лось Y Равняется Y Плюс YC Больше никаких внешних сил нету Равно 0 То же самое здесь делаем Составляем сумму моментов Относительно точки С Равняется Вот здесь конечно Наклонную силу Всегда желательно разложить На две компоненты На горизонтальную и вертикальную Здесь Надо вести уголок альфа Заметить что Тангенс альфа Чему равняется Тангенс альфа 6 восьмых Сократим 3 четверти Хорошие 3 четверти 3 четверти Запомнили Тангенс альфа Кстати после этого Мы знаем синус альфа Чему равняется Синус альфа Если это 3 четверти Гипотеноза 5 Противолежащая катет 3 Значит 3 пятых А косинус альфа Это 4 пятых Проконтролируем Синус на косинус Пятерки скротятся 3 четверти Все сходится Правильно нашел Синус и косинусы Так а зачем нам Синус и косинусы Выяснится Незачем Но мы все таки Сейчас это сделаем Как будто мы не догадались А не догадались Вот в этом месте Надо силу разложить На компоненты Вот эта компонента Горизонтальная Это будет Учитывая что Альфа Вот он Углы созданы Перпендикулярными Странами Вот это вертикаль А это горизонталь Это наклонная Вот уголок альфа Значит это будет Ку на Синус альфа Вот это горизонтальные Компоненты А вертикальные Компоненты Давайте чтобы не мазать Я здесь вот внизу Нарисую Ку на косинус альфа У каждой из них Найти плечо И найти момент силы Ку относительно Точки С Но мы поступим проще Поспользуемся Удачей А именно Что она Сила перпендикулярна Расстояние это равно Пяти Ну легко догадаться Это шесть Если восемь То расстояние будет Десять Десять Ну стал быть Плечо пять И так Чуть пониже пишем Минус Видите вот так крутится Знака минус Минус Ку Умноженное на пять М два Тоже С минусом Минус М два Игрек Б Ну давайте Игрек Б Подскажите Игрек Б Знак какой Относительно точки С Плюс А плечо А плечо А плечо А плечо А плечо А плюс восемь Четырнадцать Совершенно верно Четырнадцать Так Икс Б Знак У Икс Б Будет Однозначерка С Вот здесь написано С Плюсом А плечо А плечо Плечо шесть Но это все Все понимаете Это только один Студент Так Равно нулю Да Все Следующее Ну Уровни проекция Примитивная Сум проекций На ось Икс Равняется Перечисляется Минус Икс Минус Икс Что еще Плюс Икс Б Плюс Икс Б А вот тут пригодится Наше разложение Минус Ку На синус Альфа Синус Альфа Это три четверти Минус Ку Давайте я напишу Сразу На три четверти Там три четверти Ой Спасибо Кось Синус Альфа Это не три четверти А три пятых Три пятых Все да Больше горизонтального Ничего нету Это не в счет Равно нулю Сумма проекции На ось Икс Равняется Икс Б С плюсом Минус Икс И минус Вот эта компонента Ку На косинус Альфа Минус Ку На косинус Альфа У нас четыре пятых Четыре пятых Равно нулю Вот кстати Вот это разложение Ку Это разложение Ку Нам потребовалось бы еще В том случае Если бы мы писали бы Сумму моментов Относительно не точки С А относительно точки Б Ну нам повезло Или я такое специально устроил Что взял относительно точки С Так проще Но если бы нам захотелось бы Писать Ку Относительно точки Б То конечно Вот здесь искать плечо Бесполезно Я бы разложил на две компоненты И давайте я сейчас запишу Это пригодится Просто момент силы Ку Относительно точки Б Как он получается? Беру одну компоненту Вот эта компонента С плюсом вращается Все понятно, да? Ку на косинус А кстати Ку на синус Тоже с плюсом будет Относительно точки Б Ку Допустим на косинус альфа Вертикальная А здесь взял бы Половинку от восьмерки Четыре И плюс шесть То есть на десять Дальше Плюс Ку на синус альфа Вот на этот размерчик А это тройка На тройка То есть видите Здесь пришлось бы Вот я так бы искал бы Момент Ку Относительно точки Б Но мы избежали Этой необходимости Этого выполнения Да? Поэтому я это сотру Чтобы он не отвлекал нас Вот система уравнений Спокойно решаем ее Получаем ответ Но вы понимаете Как все Сдачи из моего сборника Я вот Пользуясь случаем Разрекламирую Вот этот сборник Все в целых Все ответы целые Ну Остается только Выписать эти ответы Чему они равны Вот я выписал Здесь вот решение Ну как видите Все целые числа Ну Все-таки Решать систему Из шести уравнений Шести неизвестных Ну как Кстати Как практически Я решил Я ответ-то выписал А практически Как решать Ну Я бы так Даже трудно За что схватиться Чтобы быстрее решить Методным исключением Ну конечно Можно ставить матрицу Обратную найти Там хлопотно Да? Можно методным исключением Вот икс Здесь есть Да? Здесь есть Отсюда взял Подставил сюда На одно неизвестное Меньше На одно уравнение Вот это вот Меньше Икс Отсюда взял Подставил сюда Уже четыре уравнения Получилось бы Четыре неизвестных Но потом уже Исключал бы икса Потом исключал бы икс Дошел бы до одного уровня Очень долго Есть значительно Более удобный способ Который сейчас покажу Решать систему Шести уравнений Шести неизвестных И заодно находить Ненужные нам Икс и игрекс Это большая Роскошь Расточительство Сейчас показываю Более простой способ Я знаете как Что сделаю Я вот к этому уравнению Вот к этому уравнению Вот к этому Содержащую икса и игрека Добавлю Сумм моментов Относительно точки Б Для всей системы в целом Это не запрещено И получается Два уравнения Два неизвестных Ну давайте Попытаемся это сделать Тем более Мы уже Сумм моментов Силы К Относительно Б Искалили Давайте сходу пишем Прямо подряд В том же порядке Икса Икса Здесь надо Поместиться Чтобы здесь Все поместилось Икса Скажите Кое плечо будет Относительно точки Б И знак Итак Я пишу Сумму моментов Относительно точки Б Для всей системы в целом Икса Относительно точки Б Ну думайте Вот точка Б Вот точка Б Вот силы икса Кому непонятно Прикладываю линейку Вот смотрите Вот линия действия Вот от этого Разница между шестеркой И четверкой Два Значит я умножаю на два И со знаком Конечно минус Где же плюс Когда вот те раз Минус конечно на два Я вам рекомендую так Так как линию действия Вдоль линии можно переносить Я сюда все оттяну И здесь смотрю Вот на икса У него такой же момент Что и там Что и здесь Вот так он крутит С этим плечом Ясно что С минусом Дальше Игрека Ясно что будет с минус С минусом Да И на Что умноженное На получается На плечо 4 плюс 8 плюс 6 У нас как бы 12 А еще 18 18 Так Дальше Из Вот Из этого Минус Нет Да Минус Нет Плюс М1 Да Плюс М1 Минус М2 И то что мы Уже считали Силу Ку Относительно Точки Б Зря Вот я Стер Запись Но у вас там Где-то Есть Запись Вы можете Восстановить Давайте Кстати вот здесь Вот в таком В таком Виде Ку Удобнее Раскладывается Я перенес Видите сюда Покажу как Еще раз Восстановлю Это Здесь Муторно Как-то записано Проще Я возьму Вот это Вот Вот это Компонент Это Что такое Вот это Компонент Это Ку На что Вертикально На Косинус Альфа Да На Косинус Альфа Правильно На Косинус Альфа А это Ку На Синус Альфа Ку На Синус Альфа Ку На Синус Альфа Ну и Да Кстати Тоже Совет Вы Сейчас Будете Делать Практическую Зачу Вот писать Так Ку На Косинус Ку На Синус Долго Смею вас Уверить Проще Перейти К числам Давно Пора Быть Числом Ку Равно 20 Да Давайте Сейчас Упростим Себе Немножечко Просто Выкладки Ку На Косинус Альфа 20 На 4 Пятых 16 То есть Это Равно 16 Проще Писать 16 Чем Писать Ку На Косинус Альфа Ку На Синус Альфа Сокращается 12 Да Вот Так И Сделаем С этим Значительно Проще Получается Значит Вот Это 12 Я Пишу 12 То Это Ку На Синус Альфа С Плечом 3 На 3 Плюс Потом Ку На Косинус Альфа 16 Тоже с плюсом Да Плюс 16 На Какое Расстояние 6 Плюс 4 На 10 Проверьте Мы уже Доделали Там Такой же Получалось Да Равняется Нулю Я вам Советую Вот Что Сделать Переписать Это Уравнение С учетом Уже Чисел Это 4 Да Давайте Доведем До числа Это 2 Значит Все Получается Двойка Да Здесь 36 И здесь 160 Да Такая Большая Сила Да Ладно 160 Не важно Сумеем Посчитать 160 Значит 196 198 Да Ну что Пишем Заново Минус Сейчас Сейчас Мы сократим Наверное Минус X На 2 Минус Y На 18 И плюс 198 Если мы не ошиблись 198 Равно Нулю Что нам Ломать Гол Давайте 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 Мы сократим Его На На 2 Значит Минус X Сейчас Увидите Как это Будет Просто Минус Y На 9 И Плюс 99 Да Равно Нулю Так А снизу Подписываем Вот это Уравнение Которое Кстати Тоже Наверное Можно Сократить О Гениально Сокращаем Здесь M1 4 Да На 4 Скращаем И пишем Ниже Строчкой Уже Плюс X Минус Y Сократили И плюс 1 Равняется Нулю Ну вот Системка Какая Изящная Получается Смотрите Давайте красненьким Выведем Кстати У нас ответ Есть Если мы не ошиблись Ответ Должен сойтись Там у нас Есть Ответ Да Но элементарно Складываем Да Складываем Да Складываем Что Получается Ничего Не получается Да потому Что Если получается X Исчезает Получается Y На 8 Да А нет На 10 На 10 Да На 10 На 10 Да Слово И плюс 100 Да И плюс 100 Равно Нулю Значит Y Равняется Минус 10 А у нас Там было Плюс 10 А Минус А да 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 Все Расходится Заметите Я не делал Дикие исключения Просто Здесь Две Тонкости Которые Я использовал Первая Составлял Уравнение Моментов Для всей Системы В целом И сумм В числах И составить Сум Моментов Относительно Точки А Опять Для всей Системы В целом Получается Системка Двух Уравнений Для XB YB Которые Легко Решаются Обратите Внимание Что в этом В этом методе Мы ни разу Не использовали Уравнение Проекции Следовательно Уравнение Проекции Хорошо Используют Для проверки Когда вы Все Сделаете Решите И тогда Пишите Сумму Проекции На вертикальную Ось К примеру YB Найденная Плюс YK Минус Q На косин Альфа Больше ничего Нету Ровно Нулю Проверка Элементарная То же самое Горизонтально Вот такой Надежный Способ Решения Сдачи На составную Конструкцию Продолжение следует